Как приятно выпить утром чашечку кофе из такой вот замечательной кофейной чашечки. Да, Восток дело тонкое. И очень-очень приятно. Дорогие мои друзья, наливайте себе тоже кофе, чай и садитесь поудобнее. Я вам расскажу о своих покупках. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, прекрасные зрители. В этот день, как вы видите, когда я приехала на блошины рынок ретро, с утра шёл дождь. Но любители старины это не может остановить, ведь это был день скидок. И сегодня, нарушив все свои правила, я начну с показа и рассказа о своих покупках. Все знают, что Москва очень дорогой город. Поэтому, я думаю, вас удивит, что каждая из этих представленных вещиц стоит всего 100 рублей. Да, и они куплены на блошином рынке ретро. Да-да, по 100 рублей. И в самом центре Москвы, где даже в магазинах цены безумные. Теперь поподробнее о том, что я купила. Ну, и начну я с того, что вы, конечно, все помните. У меня, например, каракорский чайник вот из Ростова. Такая же конфетница и для яиц подставочки. Ну, чашек у меня не было. И я решила, вот там вот я встретила такие вот чашечки. Мне кажется, что-то общее есть. Видите, даже листики, в общем-то, как-то одинаково прорисованы, да. Вот. И я решила купить вот такую чашечку. Хотя чайник пока есть. Все-таки рассчитываю, что буду подруг приглашать. И все-таки с подругами как-то это все. Хочу показать вам свою сирень. Обыкновенно уже отцвела. Сейчас цветет венгерская. И аромат у нее бесподобный. Посмотрите, какие тонкие. Такие веточки, цветочки. Тончайшие, просто филигранные. Ну вот, а сейчас еще хочу показать, что я купила и чашечки поменьше. И наливать и в такую чашку. Посмотрите. Видите, какие красивые. Ну, это в принципе... Конечно, друзья, я перепутала. Извините меня. Но эти чашечки стоили 100 рублей. А в тот день они стоили 50. Вот почему я купила такие замечательные чашечки. Они, правда, без блюдечек. Ну, вам только выпить чай. Ну, а теперь я уже смело эту всю микракурскую свою красоту могу тоже отвозить. У меня есть с чем пить чай. Так, ну, раз уж я здесь показываю, покажу вам еще и подсвечник. Золотой я тоже купила за 100 рублей. Он позолоченный. И вообще-то он стеклянный. Ну, вот он мне очень понравился. Он такой тяжелый, устойчивый. Ну, вот тоже его решила и прикупить. И хотя я еще в Москве, но у меня здесь вазочка полна ягод. В прошлый раз я вам показывала свою кофейную пару, которую я купила. Ну, в данный момент я тоже решила традиции мне изменять и купила кофейную пару фарфоровую. Это золотая коллекция. Сейчас посмотрю, сколько там грамм фарфора. Он прозрачный. Два карата покрытия золотом. И Япония. Фарфор Японии. Посмотрите. Такой вот рисунок на ножках. Очень изящная ручка. Просто великолепная. Позолоченная. Вот блюдечко. С таким рисунком. Ну, вот. А такая чашечка восточная у меня уже есть. Вы помните. Я делала обзор. Бамбук. Цветы. Золото. И посмотрите, какая тоненькая, прозрачный совершенно фарфор. И какая легкая. Эту красоту я купила тоже всего за 100 рублей. Так. А мы переходим плавно к следующим покупкам. И вот такую чашечку я купила. ЛФЗ. Все вы ее знаете, конечно. Вот. Решила тоже ее купить как память о Ленинграде. Ленинграде. 70-й год. Ну, тоже 100 рублей. И еще одна моя покупка за 100 рублей. Это все о Ленинграде. Стоила тарелочка 200. И я ее купила за 100. Это ЛФЗ. На тарелочке изображена одна из растральных колонн, которые были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Тамона, который украсил их ростами кораблей. Установлены они в центре Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова и считаются одной из эмблемы города. Вначале они выполняли функцию фонарей. Но в наше время полюбоваться горящим маяком можно только по праздничным дням. Ну, и у подножия этих, как вы видите, изображены статуи стоят. Ну, вот на чашечке, как раз на крошечке, была изображена одна из этих статуй, символизирующих реки, впадающие в это место. Еще я купила вот такую керамику. Ну, согласитесь, что за 100 рублей она очень даже будет смотреться. И я, честно говоря, ее купила на дачу. Не смогу поехать на дачу в ближайшее время. Появлюсь там только в июле, потому что у меня будет опираться на глаза в начале где-то июня, проходить, ну, в середине, может быть. Поэтому... Да, но мечтаю. Поэтому, честно говоря, я покупаю все, чтобы представить, как это все мне будет выглядеть на даче, пожить этими воспоминаниями. Вот такая вот история. И сейчас еще покажу одну вещь, которую я тоже купила. Ну, а вот эта рамочка, которую я тоже там купила, она уже стоит 300 рублей. Посмотрите, какая она прозрачная. Прозрачная. Видите? Она все-все там просвечивает. Очень интересная. Вот я решила купить рамочку. И фотографии вот сюда вынимаются и вкладываются. Просто берешь, вытаскиваешь и снова... Видите, они совершенно прозрачные. Мне кажется, там между стекол такая какая-то ткань прозрачная. Ну, вот. Это современная, конечно, рамочка. Вот мне она очень понравилась. Ну, она вот трясет уже. Ид вами куманец с Купинской керамики, привезенной из Рязанской области. Это еще одна моя покупка. Посмотрите, какая здесь чудесная рыбка. Ну, не красота ли, а с Купинской керамики вообще характерна соединением форм посуды с фигурами реальными, реальных или сказочных существ. В Скупинской керамике особенно ярко чувствуется бурная фантазия русского народа. Наши пристрастия к каким-то сказочным существам. Мы очень-очень-очень любим сказки. Недавно я делала видео обо дворце Алексея Михайловича. И вы там тоже видели. Гжель, которую я люблю, полна сказочных существ. Но это наше все. Это то, что в нашем народе, в его сердце. Керамика, видите, покрывалась глазурью. И чтобы добиться различных оттенков, то там были специальные примеси. Ну, вот, например, здесь темно-коричневый глазурь с добавлением окиси марганца. А вот ярко-зеленый получается с помощью добавления окиси меди. Просто красота! Красота, красота, красота. Продолжение следует...